Итог грандиозного совершенно проекта, четырехвестного проекта, инициатором которого выступила группа художников под названием Объединенных Некоммерческую Организацию ФОМ, их поддержала Национальный Музей Австралии, и итогом вот стала вот эта замечательная выставка под названием «Евара Куджи» «Одна дорога». Как же она складывалась? Складывалась она, опять же, необычным образом. Носители культуры, непосредственно носители культуры аборигенов и современные ее хранители этих ценностей культуры аборигенов, а также представители гинематографов из числа аборигенов Западной Австралии совершили длительное, замечательное путешествие в течение шести недель. Это путешествие длилось 2000 км, останавливались в различных художественных центрах аборигенов, при этом принимали участие свыше 70 художников, говоривших только на 10 наречиях. И были созданы, было создано более 100 баллов, причем как профессиональными художниками, так и людьми наносителями до традиционной культуры, которые никогда не имели отношения к искусству. Таким образом, это явилось как катализатором для современного искусства. В этом увидел я объединение форм, смысл этой традиционной культуры. И, впоследствии, вся эта коллекция была залпомена национальным музеем, и проведено длительное исследование, и было дополнено живыми голосами создателей этих болотен. То есть, если вы обратите свое внимание, каждый планшет несет в себе не только репродукцию картины, но и объяснение, и историю, рассказанную непосредственно художником, которая является такой же одноценной и равноправной частью этой выставки. Кроме этого, у нас присутствуют, опять же, вы видите, вот у нас на экране, фильмы, созданные также в духе вот этого аборигенного искусства, где также присутствуют как истории, рассказанные представителями кинематографа, так же, как и их создание, их творчество, мультфильмы. Таким образом, родилась вот эта вот выставка, которая к нам, мы очень рады, что она у нас теперь есть. И это история одной дороги с ботоперегонного маршрута, которая раньше рассказывалась с точки зрения цивилизации, как создавалась Австралия, как она развивалась, но не учитывался голос носителей традиционной культуры, которая создалась тысячелетиями. Сегодня эта выставка примеряет эти две позиции. Одна из них — это развитие страны, другая позиция аборигенов, которые видели в этой дороге, в Томскотоперегонном маршруте, дорога, которая разделила их на традиционные земли, нарушила привычный уклад. Но теперь они посредством вот этого замечательного проекта смогли внести в свою культуру некие элементы современной цивилизации. Таким образом у них появилось, например, изображение этих кавалов с одной дороги, с самой дороги. То есть эта выставка не только история конфликтов, но и история имени имени. Удачи! Удачи!